Всем привет! Это Фак и я профессор Пуданс. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее, мы переходим к делу! Смотрите сегодня! МАТ-ТИВИ! Серьезная экономическая стратегия про директора телеканала со сложной схемой производства продукта и продуманной системой менеджмента. СУПЕРСТАРС ВИ-8 НЕКСТ ЧЕЛЛЕНДЖ! Как была аркада, так ею и осталась. Простенькая, ничем не привлекательная игра для нетребовательных геймеров. АЛЬТ-РЕГО! Приключенческий детектив с хоррором, мистикой, темной магией и двумя абсолютно разными главгероями. ЭЛИОНС ВЕРСУС ПРЕДЕЙТЕР! Ремейк культовой игре образца 2010 года! Студия Ребелиан взяла из-за старой, чужей кишник и доблестной морпехи вновь скрестнулся в кровавой схватке. Хотите окунуться в кухню производства телевизионных программ и сериалов? Компьютерные игры помогут вам даже в этом. МАТ-ТИВИ! Первая приличная экономическая стратегия в специфическом жанре Тайкун про телеканал. Последний раз на эту тему достойно выступала почти одноименная МАТ-ТИВИ 91-го года выпуска. Итак, у вас есть эфир, который надо чем-то заполнять. От немецкого аналога «Дома-2» до немецкого же аналога «Вестей». В распоряжении директора есть некоторые производственные мощности для создания телепрограмм. Обращаясь к доступным постройкам, тут же вспоминаешь игру «Зен Мувис». Здесь такие же съемочные павильоны, сценарные отделы и помещения для постпродакшена. Наконец, для того, чтобы все это функционировало как часы, необходимо привлекать рекламодателей или зарабатывать деньги. Причем величина рекламного контракта зависит от числа потенциальных зрителей телепередачи. Грубо говоря, срубить миллионы с производителей дорогих часов и поставить их ролик в какой-нибудь сельский час не получится. К тому же подшефная телестанция, мягко говоря, не является единственной в мире. У нее полно конкурентов, которые хитро планируют эфир и перетягивают зрителей на свою кнопку. Так что, если во время вашей супердорогой рекламы, честно поставленной во время субботнего показа блокбастера, конкуренты выкатят какое-нибудь удачное телешоу, то аудитория может ломануться к ним, оставив вас в одиночестве объясняться с разъяренным рекламодателем. Для предотвращения таких катастроф в игре существует шпионаж и даже диверсия против враждебной телестанции. Необходимость устанавливать жучки и закладывать мины под телепередатчики несколько удивляет. Мы немножко по-другому представляли себе жизнь теледиректором. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2,4 ГГц, 256 ГБ видеопамяти и 1,5 ГБ на жестком диске. Оперативной памяти МАТ-ТВ потребует 2 ГБ. Игровой процесс МАТ-ТВ достаточно гибкий. Если вам прикид зарабатывать всемирную популярность диверсиями и шпионажем, можно сконцентрироваться на производстве очень хороших телепередач. Всего существует три базовые категории. Фильмы, шоу, сериалы. Каждый по 8 подкатегорий. Например, кино делится на фантастику, криминальные драмы, боевики, эротику и так далее. К подкатегориям предлагается набор съемочных телесетов. Чисто теоретически, вы можете попробовать создать сериал о непростой жизни московских таксистов. Кроме телесетов, можно подбирать актеров или, скажем, ведущих новостей, создавая тем самым своих собственных звезд. Пятерка за геймплей. Внешность игры особого внимания не заслуживает. Так выглядели стратегии еще 5 лет назад. Кроме того, у МАТ-ТВ нет единого визуального стиля. Построенные вами помещения выглядят довольно аляписто. Не вызывает восхищения и интерфейс. Тройка за внешний вид. Звучит игра хорошо. Постоянно раздаются телефонные звонки в офисах. А на съемочных площадках актеры читают свои роли. Единственное, что раздражает, круглосуточный эфир вашего телеканала. Но его звук можно отключать или делать тише. Четверка за звук. В итоге мы имеем довольно серьезную экономическую стратегию со сложной схемой производства продукта и продуманной системой менеджмента. Единственное, что может разочаровать, это графическая составляющая игры. Четыре балла получает сегодня МАТ-ТВ. Мне МАТ-ТВ понравилась тем, что она полна шуток на тему телевидения и соответствующих приколов. Было бы здорово сделать такую игру, ну, например, про телеканал Муз-ТВ. Или вообще, про российское телевидение. Хотя даже по этой немецкой, кстати, игрушке вопросов пришло немало. И на самые частые из них мы ответим прямо сейчас. Первый вопрос. Как мне заполучить наибольший процент аудитории, чтобы выполнить рекламный контракт? Отвечаем. Для этого нужно внимательно изучить интересы целевой аудитории и вычислить время, когда интересующий вас контингент смотрит телевизор. Таким образом вы сможете правильно спланировать сетку вещания. Также нужно учитывать направленность производимых вами программ. Например, для домохозяек лучше всего подойдут кулинарные шоу и мыльные оперы. Следующий вопрос. Никак не получается удержать в сценарном отделе больше одного человека. По ходу разработки нового шоу остальные назначенные люди куда-то пропадают. В чем дело? Отвечаем. Все дело в том, что у каждого нанятого вами сотрудника есть несколько характеристик. Так, для написания сценария нужна команда творческих людей. В постпродакшене лучше задействовать сотрудников с высоким уровнем интеллекта. Ну и так далее. Автомобильный чемпионат Суперстарс. Для нас та еще диковинка. Как, впрочем, и для большей части Европы. Выпускать на трассы большие седаны Е-класса с суперфорсированными движками догадались только в солнечной Италии, где, собственно, и проходит большая часть гонок. Сегодня мы расскажем вам уже о второй части игры, посвященной этой серии. Суперстарс V8 Next Challenge. Здешняя техника, большие чемоданы, преимущественно немецкого и американского производства, но допускаются и машины классом пониже, в том числе и с полным приводом. Словом, для зонтаков этот чемпионат может быть весьма любопытным. Плохо в Суперстарс только одно. Официальные компьютерные игры, посвященные этому чемпионату, делали их тоже в Италии. Самое дорогое в этой игре, как и в первой части, это лицензия, пусть и не самая популярная, а на всем остальном сэкономили. Хотя вторая часть Next Challenge немного похорошела. Это касается как геймплея, так и графики. Рекомендуемые системные требования. Процессор с тактовой частотой 2,5 ГГц, 256 МБ видеопамяти и 2,5 ГБ на жестком диске, а также 2 ГБ оперативки. Игровой процесс очень арканен. Если включены все электронные помощники, то на первое место сможет пробраться любой начинающий гонщик. Если же отключить все, что только можно, все равно игра не будет слишком сложной в плане управления. Намного удобнее стала камера. Выбор теперь большой и обзор удобный. Хотя в этой игре из кабины не очень приятно управлять. Соперники стали значительно более спокойными. Возможно, даже слишком. Изменилась и модель повреждений. Внешне они стали проявляться чуть интереснее. Но на поведение машины влияют недостаточно. Убить ее в клам вы не сможете. В общем, с одной стороны, игра стала чуть лучше, с другой — слишком вторичная. Ничего интересного и оригинального она предложить не может. Поэтому мы оценим труд разработчиков и поставим целых 3 балла за геймплей. В отличие от печально известного симулятора мотогонок SBK-09 от этих же разработчиков, первая часть игры Superstar V8 смотрелась получше, а вторая так и вовсе смотрится хорошо. Особенно приятно любоваться во время повторов на отражение машин на мокром асфальте и раскаленные тормозные диски. Все остальное выглядит так же приятно. Натянуть оценку до 4 балла за графику можно. А звук, в свою очередь, похож на что угодно, только не на высовитый, раскатистый рокот-гоночной машины с многолитровым мотором, который можно услышать во время трансляции. Но для архады сгодится. Кстати, музыкальное сопровождение в меню и во время видеовставок очень приятное. Мы ставим 4 балла за звук, а вам предлагаем прослушать небольшой фрагмент из игры. Субтитры сделал DimaTorzok Superstars V8 Next Challenge. Аркады еще там. Поклонникам гоночных симуляторов здесь делать нечего, а остальные могут спокойно поиграть в Need for Speed, Flat Out, Grid и ежесними. Возможно, единственное, что может заинтересовать в этой игре, это мультиплеер, в котором можно порезвиться с реальными игроками. Наша общая оценка игры — 3 балла. Superstars V8 Next Challenge — вторая часть игры, в которой видны улучшения. Но, в общем, как была аркадой, так и осталась. Поэтому, не теряя времени, перейдем к вашим вопросам по этой игре. Первый вопрос. Сколько разных машин и трасс представлено в этой игре? Отвечаем. Всего в этой части игры представлено 19 машин и 11 треков, а мультиплеер разросся до 16 игроков. Следующий вопрос. Есть ли в этой игре поддержка руля? А то в предыдущей части я так и не смог нормально покататься, потому что руль не работал. Отвечаем. Да, в этой игре руль подключить можно, но с настройками беда. Ощущение такое, что у руля очень большая мертвая зона, и настроить ее негде. Обычно в обзоре гоночного симулятора мы даем советы начинающим гонщикам. Но в игре Superstars V8 Next Challenge это неуместно, так как она прощает любые ошибки. Вы можете срезать повороты, толкаться и вообще делать все, что вздумается. Alter Ego – классический мрачный квест без новомодных заигрываний с другими жанрами. Чехи из Future Games, ответственные за разработку этого проекта, отправляют нас с вами в Англию 1894 года, где нам с вами предстоит распутать мрачную историю некоего Сэра Уильяма. Южная Англия, город Плимут, 1894 год. При странных обстоятельствах из клепа исчезает тело некоего Сэра Уильяма, которого при жизни считали настоящим монстром. То есть, судя по всему, перед нами местный граф Дракула. На улицах слагали легенды о его кровавых преступлениях, а полиция пару раз пыталась вывести Сэра Уильяма на чистую воду. Но все безрезультатно. После кончины Уильяма Плимут захлестнула паника. Сначала исчезло тело, а затем по городу проходилась волна загадочных убийств. Детектив Бристель настойчиво пытается разобраться в том, что происходит. Он не верит во всю эту мистику и является ходячим олицетворением холодного, рационального английского правосудия. Бристель – один из двух главных героев Альтрека. Второй – молодой воришка Тима Тимур, который прибывает в Плимут на тюремном судне в самый разгар описанных выше событий. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2 ГГц, 128 МБ видеопамяти и 4 ГБ свободного места на жестком диске. Оперативке потребуется 2 ГБ. С точки зрения геймплея, Альтрека – классический point-and-click квест, без всяких новомодных элементов вайкинга, квик-тайм-эвенс и прочей ереси. По мере развития сюжета, мы сможем поочередно играть за обоих героев. Вольных переключений между ними не предусмотрено, но рано или поздно Тимати и Бристель встретятся. Тимати, понятное дело, прячется в тени и вскрывает сейфы, в то время как детектив Бристель собирает и анализирует улики. Стоит отметить, что все действия персонажей в игре протекают очень медленно, отчего иногда становится тоскливо. Четверка за геймплей. Выглядит Альтрека достаточно неплохо относительно других представителей подобного жанра. Локации способны похвастаться неплохой прорисовкой и детальностью. Как и хотели разработчики, атмосфера, царящая в игре, действительно получилась мрачной, местами даже очень страшной. Подводят лишь анимации персонажей, их медлительность и не до конца проработанные видеозаставки. Тройка за графиком. Музыкальная составляющая также получилась неплохой. Все подзвучено с должным вниманием. Герои общаются каждый своим голосом. На улице слышатся характерные городские звуки. Мелодии также не надоедают своей однообразностью. Четверки за звук. Совсем темно. Мы начнем. Черта не вижу. И тебе посчастливилось сыграть со мной. Какая удача быть обобранным до нитки. Моя Бенка, решай сам. Забудь на сегодня про девок. Здесь повсюду легавы. Хватало мне, чтобы какой-нибудь патруль тебя засек. Альтер-эго – это обратный билет в фьючер-кеймс высшую элипу. Ну и, конечно, это возвращение к корням. Чехи снова сделали игру в жанре дарк-адвенчер. Чего, в принципе, от них и ждали. То есть речь идет о предельно мрачной и запутанной истории в готическом оккураже. Общая оценка игры – 4 балла. Альтер-эго – это очередной повод бояться темноты. Нам с вами предстоит провести тщательное расследование, наполненное мистикой, откровенной жутью и достаточно сложными задачами. Кстати, о некоторых труднопроходимых местах мы вам расскажем прямо сейчас. Первый вопрос. Помогите. Никак не могу выбраться из туннеля в самом начале игры. Что здесь нужно сделать? Отвечаем. Достаньте из инвентаря руки в наручниках и примените их на ограду. Наручники вы не снимете, зато зубец от ограды выломаете. Заберите его с собой. Перекиньте доску над туннелем, перейдите на другую сторону и пройдите к стене. Поковыряйте стену зубцом и достаньте кирпич. В инвентаре соедините кирпич и зубец и взломайте замок на решетке. Следующий вопрос. Подскажите, где мне можно раздобыть денег? Мне нужно поговорить с официанткой, но она отказывается из-за того, что я ничего не могу заказать. Отвечаем. Около входа в паб сидит слепой скрипач, у ног которого есть миска для подаяния. Нужно пойти на хитрость и взять из нее немного денег. Для этого пройдите в бар и посмотрите на пальто спящего пьяницы. На нем есть медные кубовицы. Меняем их на денежки в миске, как бы это жестоко не звучало. Следующий вопрос. Подскажите, а как открыть дверь, в которой с обратной стороны вставлен ключ? Что нужно сделать? Отвечаем. Для того, чтобы открыть эту дверь, вам необходимо спросить у трактирщика какой-нибудь инструмент. И он даст штопор. Применяем штопор к этой самой двери и двигаемся дальше. Официально Aliens vs Predator образца 2010 года никто ремейком, конечно же, не называл. Но раз в названии отсутствуют цифры и подзаголовок, а сюжет не подразумевает никакой связи с другими играми серии, то иначе как ремейком его назвать нельзя. Посмотрим, действительно ли это так. Если проследить историю шутерной серии Aliens vs Predator, то обнаружится удивительная вещь. За 16 лет ее существования было лишь одно настоящее продолжение и целых два ремейка. Началось все в 1994 году с игры Aliens vs Predator на платформе Atari Jaguar. В 1999 году Rebellion еще раз выпустила примерно ту же игру, но уже на полигональном движке. После этого был сиквел Aliens vs Predator 2 2001 год, студия Monolith. Ну а сейчас мы снова имеем дело с ремейком, и его снова сделала Rebellion. Что плохого? Если не считать того, что это морально устаревшая игра, все зашибись. Как и все предыдущие игры, это состоит из трех компаний. За морпеха, чужого и хищника. Сюжеты мотивации героев более или менее те же, что и всегда. Морпех спасает товарищей, поджаривает королеву чужих, гранит злодейскую корпорацию и вроде бы всех побеждает, но в итоге все равно остается в дураках. Парни с корпорации свое дело знают. Чужого выращивают в лаборатории для опытов, но техника по традиции дает сбой. Животина сбегает и начинает откусывать голову тем, кто ее с такой нежностью пестовал. У хищника что-то вроде выпускного экзамена. Планета, на которой происходят действия игры, истрия использовалась его сородичами для охоты на чужих. Системные требования Aliens vs Predator таковы. Процессор на частоте 3 ГГц, 512 МБ видеопамяти, 4,5 ГБ на жестком диске и 2 ГБ оперативной памяти. В плане геймплея игра тоже следует устоявшемуся канону. Компания Заморпеха — типичный Doom 3. Ходим, бродим по еле освещенным коридорам. Исправно вздрагиваем, когда из темноты выскакивают ксеноморфа. Чужой действует совсем по-другому. Его тактика — затаиться, но не иносто напасть, убить одного-двух противников, быстро ретироваться, отдышаться и затем атаковать снова. Хищник, как и раньше, самый бестолковый персонаж. Ни рыба, ни мясо. С одной стороны, он вроде бы сильный, может без труда завалить чужого в рукопашном бою. С другой, на первых порах ничего, кроме рукопашной, ему и не дано. Наша оценка геймплея — 4 балла. Графика к козырной 2 с Aliens vs Predator. По сути, улучшение картинки и вознесение ее на принципиально новый уровень — главнейшая задача, которая стоялась перед разработкой этого ремейта. И разработчики справились с ней на ура. Спецэффектом позавидует любой голливудский блокбастер. Да и видеоролики составляют здоровую конкуренцию умельцам с Восточного побережья. Наша оценка графического оформления — 5 баллов. Звучит игра тоже отменно. Где нужна — мрачная музыка. А в момент схваток напряжение передается при помощи динамичных треков. Наша оценка звукового сопровождения — 5 баллов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хуже всего в Alliance vs Predator равнодушие, с которым сделана игра, просвечивает оно даже в мелочах. Например, когда эфир наполняется хрипами умирающих солдат, руководящая нами по радио девица продолжает говорить ровным, почти лишённым эмоций голосом, будто речь идёт об остывшем кофе. Несмотря на все графические изыски и динамичный, в общем-то, игровой процесс, поставить Alliance vs Predator больше трояка рука не поднимается. Игра очень красива, но ощущение от неё такое, будто вернулся во времени лет на 10 назад. Весь здешний геймдизайн — повторение того, что мы уже много раз видели в предыдущих Alliance vs Predator и в других похожих шутерах тоже. Никаким модным ныне кинодрайвом в духе Modern Warfare 2 тут и не пахнет. Первый вопрос. Как справиться с чужими в первой миссии за хищника? Отвечаем. Ставим блок. Если чужой наносит удар, сразу после блока нажимаем атаку. Любую можно даже успеть пару раз ему вдарить. Затем проводится контрудар и снова уходим в блок. Если чужой отпрыгивает назад, поднимает обе лапы, открывает пасть и заносит хвост, то это значит, что сейчас будет тяжёлая атака. Блок против неё не поможет. Тут надо жать левую кнопку выше и сбивать чужому его атаку. Если удача вам улыбнётся, то тут тоже успеете пару раз двинуть. Отпрыгивать подальше от чужих и возвращаться обратно нужно на зажатом фокусе. Это сразу забьёт врага с ног и после этого вам предоставится возможность провести фаталити или же просто закликать, пока он не встанет. Следующий вопрос. Как пройти вентилятор, играя за чужого? Отвечаем. Разведитесь подальше, а затем включите спринт по умолчанию кнопка Q. После этого смело можете рвать когти донизу. На сегодня, думаю, хватит. Игр так много, а эфирного времени, как всегда, не хватает. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Не забывайте заходить на вап-сайт канала Муз-ТВ в мой личный блог. И задавайте мне вопросы. Будем общаться. Вап.муздефиз.тв.ру Я всегда в твоём мобильном. И присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.муздефиз.тв.ру Мы обязательно всё посмотрим и по возможности максимально оперативно ответим на ваши письма. До скорого!